На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И вот такой вопрос опять из области воспитания детей. Сына часто обижают. Хотела бы научить его себя защищать, но боюсь воспитать в нем агрессию. Может лучше учить прощать всех? Ну, вопрос женский. И, конечно, это прямо видно просто по «хотела бы». То есть это, видимо, мама пишет. Конечно, настоящего мужчину женщине воспитать необыкновенно сложно. Для того, чтобы произошло нормальное воспитание, как говорит нам наука-педагогика, воспитание — это процесс, в котором разновозрастная общность людей, возможно, разнопрофессиональная, занимается совместной деятельностью или творчеством. И при этом происходит передача норм тех самых, а как мы себя ведем, образа поведения, что такое хорошо и что такое плохо. Воспитание, конечно, словами тоже происходит. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и папа объяснил. На самом деле воспитание настоящее происходит не через объяснение, а именно через совместное проживание. Для того, чтобы были восприняты эти нормы, ваш сын должен общаться с мужчинами. Это очень важно. С мужчинами мужественными, сильными, но не агрессивными. И тогда он воспримет именно этот образ, именно эти нормы, и сумеет за себя постоять, но не будет агрессивным. Теперь несколько теорий. Будет ли вообще человек, умеющий себя защищать, будет ли он агрессивен? На самом деле наиболее агрессивны люди слабые. Даже злые-призлые злодеи, те самые, которые нападают, которые делают плохо другим, они это делают не от своей силы. Они это делают, как правило, от своей слабости. Это какая-то компенсация их собственного чувства, не знаю, там, неудовлетворенности собой, недовольства собой, которая выливается часто в агрессию другим людям. То есть обычно по жизни агрессивные люди, не человек, когда-то проявляющий агрессию, а вообще по жизни агрессивные люди, это не сильные люди, это не мужественные люди, это не те люди, которые могут за себя постоять. А это как раз люди, которые всего этого не могут. И поэтому происходит вот такая вот агрессия, неважно, мотивированная она или не мотивированная. Кроме того, для того, чтобы быть по-настоящему мужественным, для того, чтобы быть по-настоящему смиренным, или, как вы задаете этот вопрос, может лучше учить прощать. Для того, чтобы научиться прощать, нужно быть сильным. Только сильный человек может быть по-настоящему смиренным. Только сильный человек может по-настоящему прощать. Если ты слабый, то так уж мы устроены. Если ты объективно слабый, и поэтому не можешь постоять за себя. Можно ли назвать это смирением? Если к тебе подходит какой-то другой сильный и говорит, отдай мне, допустим, и ударяет тебя по левой щеке, как сказано в Евангелии. А ты подставляешь ему правую, не потому что ты следуешь Евангелию, а потому что у тебя выбора нет. Потому что ты слабый, ты не можешь дать ему сдачи. Ты не можешь за себя постоять, ты не можешь защитить себя, свою семью, свою жену, своих детей, ближних, слабых, свой народ. И ты просто по-другому не можешь. Это слабость. И в этом не будет прощения. Человек такой слабый, который не смог за себя постоять, не смог защитить ближних, он будет злиться на себя. Он будет противен сам себе. Он не будет любить сам себя. Он будет себя ненавидеть. И по законам устроения человеческой психики, эта агрессия, аутоагрессия, так называемая, агрессия на себя, недовольство собой, обязательно выльется на других. Ну, так мы устроены. Поэтому чем слабее будет ваш сын, чем больше его будут бить, а он не сможет за себя постоять, тем более агрессивным он будет. Поэтому очень рекомендую, есть ли у него папа или нет, мы не можем увидеть это из текста вопроса. По-любому, таким мужским, мужественным воспитанием должен заниматься мужчина. Поэтому по возможности, либо это будет отец, либо это будет тренер в какой-то секции, если это прям становится проблемой. Сына часто обижают. Кстати говоря, обижают, как правило, не просто объективно слабых детей, а обижают слабых духом. Поэтому очень важна такая духовная крепость, важна реальная воля, важна готовность, не объективная сила. Я много раз вспоминаю истории и своего собственного детства, и работая в школе, я это видел неоднократно, если ребенок, мальчик или девочка физически слабы, и реально не могут постоять за себя, но все равно сопротивляются, все равно не подчиняются, все равно не сдаются. Такие дети начинают очень быстро вызывать уважение у тех самых сильных и агрессивных, их оставляют в покое. Если же ребенок просто прогибается, плачет, ябедничает, ничего не может противопоставить, ну, он, как правило, и становится объектом подобного рода агрессии, насилия и насмешек. Поэтому ничего хорошего с ним самим, подчеркиваю, при этом не происходит. Механизм того, что происходит в его душе, я вам только что описал. Поэтому, конечно, он должен научиться быть сильным. А уж потом, когда он станет мужественным и сильным, он сам решит, и его можно к этому подтолкнуть, что да, действительно стоит прощать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...